Здравствуйте, дорогие друзья! Друзьями я вас называю сегодня не случайно, поскольку в этом видео речь пойдет о дружбе с самым главным, самым важным другом, самым лучшим другом всех живых существ, о солнышке. Да, сегодня воскресенье, день Солнца, я сегодня в солнечных таких цветах, в красном цвете, ну во всяком случае я надеюсь, что это больше такой солнечный цвет, нежели цвет Марса, и дабы уважить энергию дня, речь сегодня будет идти о Солнце и о практике приветствия Солнцу, которая называется Сулия Намаскар. Мне был задан вопрос одной из моих учениц, которая является практикующим астрологом, она попросила рассказать меня о важности Сулия Намаскар, о необходимости выполнения этого комплекса и о пользе. Я надеюсь, что в этом видео я раскрою информацию таким образом, что это будет интересно для уже практикующих йогов, для тех, кто только начинает, для астрологов и для всех тех людей, которые еще никогда не сталкивались с древним ведическим знанием. И цель такая, что я расскажу о сакральном значении этого комплекса, потому что Сулия Намаскар сказано много, написано очень много, вы это все можете найти без проблем в интернете, но я в этом видео хочу вдохновить вас и вдохновить себя в очередной раз на выполнение этого комплекса. И вот у меня есть сегодня помощник, мой ноутбук, в котором прописан план этого вдохновения, о чем мы будем сегодня с вами говорить, поскольку мы живем в век Кали, когда сила ума и сила памяти, она такая, знаете, слабая, слабее с каждым днем, поэтому, чтобы ничего не пропустить и рассказать вам все по максимуму, то, что бы я хотела, со мной сегодня работает помощник. Итак, план вдохновения такой, сначала мы разберем с вами понятия Сулия Намаскар, что это такое, дальше я расскажу о сакральном смысле практики и поделюсь с вами своим опытом, что мне дает практика, да, расскажу. Итак, отвечая на вопрос моей ученицы о пользе, о важности, да, я скажу, что нужно для себя ответить на два вопроса ключевых. Первое, вот если вы собираетесь какое-то мероприятие делать, что-то внедрять в свою жизнь, вы должны понять, что это такое, да, ответить на вопрос «что?», и потом ответить на вопрос «а зачем мне это нужно?». Так вот, отвечая на вопрос «что?», я хочу рассказать вам непосредственно о переводе двух санскритских слов «сурья» и «намаскар», потому что, как вы знаете, санскрит – это достаточно глубокий язык, да, в котором кроется очень большая мудрость, и когда мы будем глубоко понимать о том, о чём мы говорим, то нам будет проще, да, это принять в свою жизнь, разобраться, что мы делаем на самом деле и для чего. Итак, «сурья» – это имя Дева Солнца, «намаскар» – это слово, которое произошло от слова «намасте», «намо», во многих мантрах, я думаю, астрологи знают, что звучит вот это вот «намо», да, это поклон, поклон, приветствие, то есть дословно мы можем перевести это как «приветствие солнца», да, вот как этот комплекс им переводится на самом деле. Давайте углубимся в сам жест «намасте», что он обозначает, да, его, скажем так, сакральность. Итак, слово «намасте» состоит из двух слов «намаз», что означает поклон и готовность служить. Вы знаете ещё, что мусульман «намаз» обозначает, ну, по сути, молитва, да, «намаз». И «те» – тебе. Также слово «намаз» обозначает «не мой». И когда мы складываем руки возле груди, это, собственно говоря, и есть этот жест «намасте», да, то мы как бы говорим, что «я знаю, что всё, что есть у меня, это не моё, и я готов это принести Богу, который есть в тебе». И классический перевод у нас звучит так, как «приветствую Бога в тебе». Раз мы с вами определились, что «намо» – это поклон, да, который вот в основе этого слова находится, то давайте подумаем с вами о том, что такое поклон, по сути, вот с физической стороны, да. Когда мы кланяемся, то наша голова находится ниже нашего уровня сердца. В голове у нас с вами находится ум и находится ложное эго – это строение тонкого тела человека. В сердце у нас находится душа, то есть это истинное эго, да, и находится так называемая сверхдуша или параматма. Это одна из экспансий Господа. И вот когда мы совершаем поклон, да, это практика смирения, то есть мы, как бы, направляем наш ум, наше ложное эго, ставим ниже, чем наше истинное эго. То есть это практика очищения себя, своего сознания от ложного эго. Что такое ложное эго? Ну, раз есть ложное, значит, есть и истинное, да. Истинное эго – это хорошо, это понятие себя, вот я есть, да, индивидуальности понятия, да, индивидуальности. И это значит, что нужно усвоить, что я – это душа. Ложное эго – это отождествление себя за этим материальным телом. Ну, например, я женщина, я мать, я менеджер, да, вот это ложное эго. И мы должны в процессе духовной практики избавиться от представлений себя, как о материальной оболочке. Так вот, само по себе смирение – это хорошее слово, которое обозначает «с миром в душе». То есть не нужно придавать ему какой-то негативный окрас и думать, что вы там какой-то бесхребетный. Совершенно нет. Это значит, что вы с миром в душе, да. И само по себе смирение, как я уже говорила, это сильная духовная практика. Вывод, которым мы можем из этого всего сделать, что жест намасте – это полное смирение и посвящение себя Всевышнему. В этом и есть смысл йоги, суть йоги. Йоги не той, которую мы на коврике делаем. Потому что то, что мы делаем на коврике, как комплекс каких-то физических упражнений или асан – это хатха-йога. Вот давайте не путать. Есть йога, да, наука йоги, а есть физическая её часть, это часть, да, составная хатха-йога. Так вот, я сейчас говорю о полном смирении и посвящении себя Всевышнему, как о йоге, да. Потому что Господь в текстах говорит «Оставь всё и предайся мне». Вот вам и йога. Так, мы разобрали с вами, что такое намасте, да, и давайте подумаем теперь и разберём, если мы кланяемся, если мы смиряемся, если мы приветствуем, да, и выражаем почтение этим жестом. Какой энергии мы это делаем, да, вот личности, энергии, кто за этим стоит? Сурья, да, давайте посмотрим, кто такой Сурья, за какие сферы в нашей жизни он отвечает и как вообще Сурья связан с йогой. Как я уже сказала, Сурья – это имя Дева Солнца. Девы – это такие могущественные личности в нашей Вселенной, которые в этом материальном мире ответственны за какие-то определённые сферы. Например, Солнце ответственным за подачу тепла и света в наш вот этот материальный мир, и он является царём планет, да, он даёт движущую силу всем планетам. Я думаю, что из курса, даже базового курса ведической астрологии вы это знаете. Кроме того, вы также знаете из курса ведической астрологии, но я должна это сказать, что Солнце вот точно так же, как он, когда восходит, он озаряет весь мир своим светом, да, утром, он точно так же озаряет и весь гороскоп человека, всю его судьбу. Что это значит? Например, по вашей судьбе, да, планеты должны к вам принести какие-то определённые события, ваши качества, да, должны каким-то образом проявиться, таланты, способности, то есть есть вот какие-то таланты, способности, которыми вас одарила судьба. Но если Солнце в вашей карте, да, на момент рождения имеет слабую энергетику, то, к сожалению, раскрыться вот этим всем хорошим событием, вашим талантом, вашим способностям будет очень-очень сложно. Но об этом мы поговорим дальше, что с этим делать. Теперь я вам хочу привести отрывок из книги Роберта Свободы. Астрологи знают, кто это такой, это очень знаменитый астролог современности, и он написал одну из книг, которая называется «Величие Сатурна». И в этой книге есть упоминание обо всех планетах, обо всех личностях, которые этими планетами управляют. Вот это девы, и считается очень благоприятным в ведической культуре передавать знания, да, таким образом рассказывать об этих планетах, да, вообще вот что-то рассказывать из ведической культуры, а также благоприятно это слушать. Поэтому я надеюсь, что сегодня мы с вами получим благо, и я, и вы, как слушатели, и больше солнечной энергии в свою жизнь привлечем. Она нам всем очень нужна, да, потому что это, это и есть сама жизнь, да, солнце – это и есть сама жизнь. Итак, как описывает солнышко вот эта книга, да, солнце – главнейшая из планет, то есть мы уже видим, да, задатки лидера, лидерские качества. И он, имеется в виду личность, да, а не планета, благоволит ко всем, кто служит ему с постоянством и преданностью. Он есть Бог среди планет воплощенной форме солнца. Здесь нужно сказать, что древние умные книги так и говорят о том, что среди звезд я лучезарное солнце. Так о себе Господь говорит. Всякий, кто воздаёт солнцу почести от чистого сердца, избавляется от тревог, болезней, бедности, ибо непоколебимая преданность солнцу устраняет все преграды и исполняет все сокровенные желания. Да, вот очень интересно. Как выглядит солнце? У солнца редкие кучерявые волосы, острый, проницательный ум. Наружность его весьма приметна, ростом он невысок, а голос его величав и звучит. Глаза его цвета мёда, яркие, как вино. Кости тела крепкие и прочные. Он, кстати, властнует над костной системой у человека, над позвоночником. Как раз вот йога работает же с позвоночником, возможно, вы знаете. Сурья на маскар тоже в первую очередь. По характеру он храбр и надёжен. Лицо его с красноватым медным или золотистым оттенком. Он украшает себя красными цветами. Носит одежды шафранового цвета, а в руке его красный лотос. Металл и золото, либо медь, драгоценный камень, рубин. Где-то я ещё читала, что в короне у Солнца находится рубин. Теперь смотрите дальше. Всё происходит от Солнца, поэтому он душа всего. Солнце, как вы тоже знаете из велической астрологии, я обращаюсь к астрологам, естественно, сейчас, это показатель души, атмы. Он владыка Востока. Смотрите, в практике Сурья на маскар мы устремляем свой взгляд на Восток. Мы начинаем эту практику желательно на восходе Солнца, устремляем свой взгляд на Восток. Вот здесь тоже такой есть сакральный момент. Почему? Потому что считается, что если человек устремляет свой взгляд на Восток, то он показывает своё стремление к освобождению из этого материального мира. Соответственно, если на Запад, то это привязанность к материальному миру. А мы с вами знаем, что высшая цель йоги, да, это больше сюда не возвращаться. Избавиться от всех привязанностей и сюда больше не возвращаться. Солнце, как я уже говорила, управляет событиями воскресного дня созвездием Льва. Он, исток дня, светило с пламенными лучами, вестник блаженства для мира сего. Его называют, дальше идут имена Солнца, об этом мы ещё сегодня поговорим, светилом, всеоживляющим, животворящим источником, тем, чьи лучи прожигают насквозь, рождающим день, творцом света. Без Солнца нельзя узнать ни время, без времени нет ни времён года, да, ни смены сезонов, ни, кстати, поэтических ритмов, вот так считается, ни ритма Вселенной. То есть мы видим, что Солнце отвечает за определённые ритмы, да, и отвечает за время. Смотрите, что интересно. У Солнца есть сыновья. Одним из сыновей Солнца является бог смерти Ямарадж, Яма, Ямарадж, который отвечает за время, да, то есть вот сколько времени нам выделено, вот столько мы и проживём. Сатурн, который также является сыном Солнца, это тоже, да, показатель, ну, как бы смерти человека, то есть тот, кто отмеряет нам эти дни, время. Вот посмотрите, как они все связаны с Солнцем. Дальше описывается, что у Солнца есть колесница, да, он восседает на колеснице, запряжённой семью лошадьми, это семь лучей Солнца, семь цветов, да, семь чакр, вот такая вот аналогия, очень интересная. Год в колеснице Солнца – это колесо, а 12 спиц в этом колесе – это 12 месяцев, и у каждого месяца есть свой, как бы, управитель со своей свитой. И говорится, что каждый месяц определённое вот это божество, оно занимает обитель Солнца вместе со своей свитой, и от того, какой характер у этой свиты, такой характер приобретает Солнышко. Мы знаем, что каждый месяц Солнце очень разное, да, вот, и разный у него свет, как бы, да, поэтому Солнце, будучи единым самим по себе, имеет 12 разных форм, 12 имён, 12 отличительных черт и характеров. Заметьте, в Суре Намаскарам 12 асан, не случайно, и читается 12 мантр приветствия Солнцу, которые соответствуют 12 именам. Кто это такие? Это солнечные девы. Была такая Адити, да, такая, как бы, прародительница богов, родители, извините, богов, и она родила вот этих 12 дебов, 12 сыновей. Среди них одним был Солнце. И, что интересно, один из детей Солнца дал рождение солнечной династии, может быть, вы слышали, есть солнечные, есть лунные династии. Так вот, он стал, положил начало солнечной династии, его потомки, как бы, потом положили начало солнечной династии на Земле. И в такой солнечной династии рождается Рамачандра, да, царь Рама, известный вам из Рамайны, который пришел сюда для того, чтобы восстановить справедливость, там, убить всех демонов, и показать пример лучшего царя, лучшего царя. Кто у нас лучший царь, как не Солнце? Ну, где бы Рама еще мог появиться на этой земле, как не в солнечной династии, правда? Вот такая вот история. Да, последним из этой династии солнечной был царь Брихадбала, который пал на войне в Махабхарате. Смотрите, Солнце также еще является великим дарителем, да, проявляются вот такие качества, как щедрость. В той же Махабхарате была такая ситуация, когда пять братьев ушли в ссылку, в лес, да, там, со своей женой они там скитались, и в них не было ничего, говорится, что даже не было, что на себя надеть. И тогда старший брат Юхи Штхира, он провел специальное жертвоприношение солнцу, и тогда солнышко одарил его таким неоспудивающим горшком, который исполнял все желания сердца. Вот там появление щедрости. Дальше, из следующей истории мы посмотрим, что Солнце является также духовным учителем. Почему? Потому что древние тексты говорят, что Богу Солнца первому была передана наука о йоге, то есть это, по сути, да, первый йог. И такой персонаж, как Хануман, в годы своего ученичества он решил изучать веды, обратился к гуру всех дэвов, это Юпитер, как вы знаете, может быть, слышали, да, гуру, духовный учитель. Но Юпитер отказал, потому что непоседливый Хануман, как в его понятии, не мог усвоить эту науку. И тогда там целая история, Хануман обращается к дэву Солнца, к Сурье, и Сурье в итоге проявляет такую, да, вот, ну, благосклонность, да, милосердие. Он соглашается обучать Ханумана ведом. Далее есть история, которая рассказывает о том, как Солнце влияет на наше здоровье, например, на кожу, да, то есть по блеску кожи мы можем определить и показатель здоровья, и если кожа хорошая, в порядке, то, как бы, и солнышко у нас в гороскопе также расположено хорошо. Говорится, что если Солнце плохо расположено в гороскопе, то это может принести болезни кожи, проказу, да, и вот есть такая целая история о том, как один мудрец пришел к Кришне, который в тот момент находился в Двараке, и во время беседы с ним сын Кришны начал, ну, как бы, проказничать, да, он начал подшучивать над этим Риши, а Риши обиделся, разгневался, он там долго терпел, терпел, терпел вот эти вот, да, вот эти дразнилки мальчика, и он его проклинает, насылает на него проказу. Кришна, естественно, просит прощения у мудреца и спрашивает, что же можно с этим сделать, как избавиться от проклятия, на что мудрец говорит, что нужно дать обед, почитать воскресенье священным днем и стать преданным служителем Солнца. Естественно, сын Кришны это все делает, исцеляется и возводит храм, солнышко в благодарность. Далее Роберт Свобода говорит о том, что, какие виды поклонения Солнцу, что дают. И вот здесь как раз есть момент о Сурья Намаскар. Смотрите, есть такая Гая Три Мантра, мантра Солнцу, и когда мы ее читаем, то мы обретаем ясность ума и проницательность. Далее, то, что касается Сурья Намаскар, наша тема сегодня, то этот обряд дает йогам здоровье, силу и высшее знание. По сути, смотрите, здоровье, сила и высшее знание – это же база, которая нас ведет к исполнению наших целей, желаний, наших желаний, и в частности к высшей цели человека здесь. То есть цель может быть какая-то маленькая на сегодняшний день, может быть цель большая на всю жизнь, цель может быть высокая достаточно. Мы прекрасно понимаем, что если у нас нет знания, то мы не можем увидеть цель, и не будем знать, как ее… Точнее, может быть, мы и увидим цель, но мы не будем знать, как к ней дойти. Если у нас нет с вами здоровья, то какая бы цель у нас с вами не стояла, сегодня там обед приготовить, допустим, или уйти из этого мира навсегда, имеется в виду материального, больше сюда не возвращаться, то как бы не получится, потому что мы постоянно думаем о своей боли, которая есть внутри нас. Дальше, дает нам силу, такую же силу, как какой-то, которой обладал Рама Чандра, чтобы победить демона Равану, да, царь Рама, о котором я уже говорила. Далее, те, кто медитирует на Сурью Нарайану. Кто такой Сурья Нарайан? А буду об этом говорить немножко дальше. Имеется в виду, вот как у нас есть сверхдуша, да, у человека. Точно так же у могущественной личности тоже есть сверхдуша, которая называется Сурья Нарайана. И говорится, что если мы медитируем на Сурью Нарайану, то это дает нам прозрение от слепоты телесной и слепоты духовной, от невежества. Вспомните, если вы смотрели Махабхар, то там был такой персонаж, был такой слепой царь. И он был слеп не только физически. Самое главное, что он был слеп духовно, да, и он, что такое слепота? Это нежелание видеть. И очень много вещей он просто не желал видеть в своей жизни. Вот так заканчивается рассказ в книге, да, о том, кто такой Солнце. И давайте подытожим, давайте поговорим о том, все-таки за что, за какие сферы отвечает Солнце в нашей судьбе, в нашей жизни. Либо, как еще говорят астрологи, да, своим языком каракой, чего является Солнце. Итак, самое первое, самое главное. Вот я раньше не хотела ранжировать, а потом поняла, что все-таки нужно это сделать, потому что очень много качеств, сфер и так далее. Но нужно понимать, что самое главное Солнце дает в нашей жизни. Он дает радость и счастье. Это очень важно понять. Почему? Потому что уже от наполнения счастья и радостью, как бы, да, эти, уже пляшет все остальное, да. То есть мы, как бы, становимся вдохновленными, у нас расправляются крылья, да. Мы хотим что-то делать, то есть мы становимся активными. Мы видим свою цель, мы знаем, как к ней дойти, да. То есть у нас такие уже качества, как целеустремленность появляются. Есть какой-то жизненный тонус, жизненная сила, энтузиазм. Это вот все-все-все туда же, да. Дальше за что отвечает? Отвечает за время. Мы говорили ритмы и время. То есть от Солнца зависим, достигнем ли мы в своей жизни нашу цель или нет. Вот от времени это и зависит, да. То есть если мы с уважением относимся ко времени, оно нам говорит, продолжай в том же духе. Если не уважительно относимся ко времени, то время говорит, получи, пожалуйста, по заслугам. Дальше мы говорили о том, что это показатель души, да, истинного эго человека. И задача какая? Избавиться от ложного эго. В этом, собственно говоря, и Солнце дает нам, скажем так, силу. Силу, да, понять это, очиститься и понять, что я живу не для себя, да. Я живу для других. Далее, как мы уже тоже говорили, Солнце это показатель духовности, поскольку Солнце первый получил вот эту науку о йоге, да. То есть отвечает за духовность. И можно получить духовное знание от Солнца. Дальше, здоровье, обязательно, Солнце это показатель здоровья. Смотрите, за что отвечает в плане здоровья. Это позвоночник, костная система, мы это уже проговорили. Дальше, отвечает за зрение. Тоже в треннерных текстах говорится, что Солнце это око Господа, да, за зрение. За глаза, за сердце, за артериальную систему, за кожу. И очень важно сейчас, особенно в контексте того, что мы все сидим на карантине, да, это иммунитет, воспалительные процессы и иммунитет. Далее, это показатель ответственности. Здесь, конечно, это более важное качество для мужчин, да, взять ответственность за свою семью. Это очень важно. Если вы, мужчины, берете ответственность за свою семью, за свою жизнь, за жизнь, те, кто рядом с вами, то больше солнечной энергии приходит в вашу жизнь. То есть, что такое солнечная энергия, это и есть сама энергия жизни. Для женщины, скажем так, брать ответственность за свою жизнь, это не очень хорошо, потому что вы приобретаете больше мужских качеств тогда, да. Но, если вы, к примеру, будете делать тот же комплекс Сурья Намаскар, это будет означать, что ваш избранник, который уже находится рядом с вами, либо тот, кто будет в вашей жизни, он будет очень ответственным человеком. Поэтому, девочки, Сурья Намаскар нам в помощь. Я думаю, что все хотят ответственного мужа рядом с собой иметь, правда? Дальше. Самооценка. Показатель самооценки. Тоже очень важен для женщин, да, потому что мы видим сейчас с вами, прям вот, знаете, невооруженным глазом видим, насколько низкая самооценка у женщин. Вот, чем больше силикона, тем ниже самооценка, к сожалению. Поэтому, девочки, Сурья Намаскар. Так получается, что от самооценки очень многое зависит нашей жизни. То есть, есть какие-то вещи, которые мы не позволяем с собой делать. Также солнце отвечает за уважение к нам, других людей, да, это тоже, ну, немаловажно. Это и рост, и расцвет, как вот в природе все расцветает, солнышком, так и в нашей жизни будет все расцветать. Также солнце – это огонь, да, это вот первый элемент огня, поэтому в нашем организме он отвечает за пищеварение, за переваривание пищи. Ну, как я уже говорила, целеустремленность, мудрость, да, доброта, великодушие. Теперь, давайте подытожим еще раз. Если энергия солнца в нашей жизни гармонична, то, как вот мы можем понять, допустим, без астролога, гармонично у нас солнце, допустим, или не гармонично в карте. Например, если у вас хорошее здоровье, если вы счастливы, радостны, если вы видите цель, да, вот у вас нет вопросов, а чем мне заниматься, какое у меня предназначение. Это говорит о том, что солнце у вас гармонично. Например, там, вы пользуетесь уважением других, у вас нет проблем с финансами, да, у вас нормально все самооценка, у вас есть вот это вот такое качество хорошее, как доброта, как готовность служить, щедрость, все окей. Если же, допустим, да, оптимизм, тоже сюда же оптимизм, ну, он нераздельно связан с счастьем, с радостью. Опять-таки, наоборот, как понять, что энергия солнца негармонична? Например, вы пессимист, лень, плохое здоровье, дальше, не видите смысл своей жизни предназначения, далее развиваются еще такие качества, как тщеславие, гневливость, высокомерие, надменность, унижение, то есть вас не уважают, вас все время унижают, у вас низкая самооценка, то есть вы даже сами себя не уважаете и не понимаете, чего вы достойны в своей жизни, да, то есть женщины у нас очень много терпят, на самом деле, почему? Потому что очень низкая самооценка и показатель также бедности и враждебности. Вот те, кто смотрят Махабхарату, вспомните персонаж Карна, это сын бога солнца, а посмотрите, да, низкое положение в обществе, сюда же, несмотря на то, что он родился, по сути дела, от царицы, да, от царицы и от бога солнца, но обстоятельства жизни сложились таким образом, что у него было низкое происхождение, он, его приемными родителями стал рабочий класс, шудры, так называемый, и его всю жизнь, извините, тыкали носом, да, вот в его происхождении. Дальше, насколько он был высокомерен, гневлив, да, надменный, вот враждебно настроенный по отношению к другим, все вот эти вот такие качества солнца, скажем так, в невежестве, они в нем проявились. Вот такой вам яркий пример. Мы разобрались с солнцем, мы разобрались и примерно понимаем, насколько гармонично и негармонично у нас в жизни. Если же мы выяснили, что, например, солнце негармонично, да, вот нет этой энергии счастья и радости, например, то что мы можем сделать? И вот астрология нам предлагает так называемые методы гармонизации солнышка, или они еще называются УПАИ. Ну что значит метод гармонизации, да, это привлечение, наполнение солнечной энергии, жизненной энергии в свою жизнь, да. Их много, этих методов, их много, я не буду сейчас касаться, это не моя тема, да, астрологи вам расскажут, что вот касательно йоги, да, вот применимо к нашей теме сегодня, я выделила три метода. Это ранние подъемы, это духовная практика и это комплекс Сурия-Намаскар как часть духовной практики. Вот я хотела бы остановиться на этом. Смотрите, ранние подъемы. Считается, что если мы встаем с вами рано, а желательно вставать до восхода солнца, потому что говорится, что если мы встаем после того, как солнечные лучи коснулись поверхности земли, то вот та энергия, которую дает солнце жизненное, она у нас как бы, знаете, как во вред нам идет, да. Самое лучшее, может быть, вы тоже слышали, кто увлекается, это вставать в 3-4 утра. Но вы должны понять, что если вы встаете в 3-4 часа утра, то вы ложиться должны не в 12, да, то есть вот это возвращаясь к ритмам, к уважению ритмов, которые задает солнце. То есть если мы эти ритмы уважаем, то тогда энергия солнца в нашей жизни гармонична. И вот это раннее утро, оно предназначено не для того, чтобы мы сидели лишний час в Фейсбуке. Оно предназначено для духовной практики, это время благости, время духовности. Поэтому если вы все-таки приняли для себя, да, что вы будете развиваться в этом направлении, то, конечно же, лучше всю практику йоги, да, я сейчас говорю ахатха-йоги, да, вот если мы там сейчас коснемся физической стороны вопроса, лучше утром. Если вы, например, часть вашей духовной практики – это чтение молитв, чтение священных писаний, то тоже это вот утренние часы самые благостные, да. И, как мы уже говорили, вот мы уже подходим непосредственно к Суя-Намаскару, я уже сказала, что это часть духовной практики, которая дает нам силу, которая дает нам знания, да, и повышает жизненную энергию. Возможно, услышав слово «ранний подъем», вы мне сейчас скажете, что это не для меня, я сова. Я вам хочу сказать, что это всего-навсего сложившийся стереотип, да, это сложившийся стереотип вашего режима дня, то, как вам удобно, как вы привыкли, да, это определенная привычка сформированная, но в нашей жизни все можно поменять. Ведь смотрите, у вас сложилась какая-то определенная привычка, вы вот живете каким-то таким образом, да, и получается, что те энергии, которые в нашем мире есть, вы их не уважаете. С какой радости, с какой стати солнечная жизненная энергия войдет в вашу жизнь? Ну, простите, ни с какого, да, ни с какой радости. Поэтому наша задача вообще в этой жизни поменять свое сознание, поменять свой характер, свои привычки, получить знания, да. И вот когда мы это поймем, то нам будет совершенно просто встать утром. Точно так же вторым таким стереотипом является, например, вот такая мысль. У нас в семье все такие, мы все толстые. Да, потому что у вас сложился определенный стереотип питания, но его можно менять. Что касается йоги, практики, йоги, хатха-йоги, да, то, что на коврике делаем. Допустим, вы скажете мне, у нас в семье там все такие, или там у моего отца плоскостопие, поэтому у меня плоскостопие. Конечно, это наследственность, да, мы, но смотрите, какая вещь, мы пришли сюда, в этом теле, в какую-то конкретную семью, которая дает вам эту наследственность, да, для того, чтобы реализовать те цели и задачи, которые вам даны по судьбе. Но йога это меняет, это двигательный определенный стереотип, да, по определенному образу расположены там как-то связочки, мышцы и так далее, нагрузка на стопу. Это можно все поменять. Да, это длительный процесс, безусловно, если вы там, к примеру, 20-30 лет ходили по определенному, да, там ваша грудная клетка как-то двигалась по определенному, то поменять это вот так вот за один день невозможно, но можно. Самое главное, с чего нужно начать, вот как работают вот эти все методы, да, не просто мы там встали утром и все, и счастье наступило, нет. Мы меняем свое сознание, однозначно, мы получаем информацию, потом мы эту информацию реализуем в виде знания, да, то есть эта информация, когда мы ее применяем на практике, она становится знанием, и на основании этого знания мы можем что-то поменять в своей жизни, поменять прежде всего сознание, избавиться от стереотипов. Это то, что касается, то, что касается ответа на первый вопрос, вопрос что, да, как я уже говорила в начале, для того, чтобы понять важность, мы отвечаем на вопрос что. В следующей части видео я непосредственно уже кастую сурья намаскар, то есть мы сначала выяснили с вами сурья намаскар перевод, какой энергии мы там поклоняемся, да, смиряемся, а теперь мы поговорим непосредственно про сам комплекс и про его сакральные моменты. Кликайте, пожалуйста, на следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok